Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Павел Андреевич, глубоко уважаемые друзья. Сегодняшний день мы начинаем с традиционных поздравлений с Днем Победы. И сегодня уже было много Павлом Андреевичем сказано добрых слов в адрес военной медицины, в адрес военно-медицинской академии. Вы знаете, что военная медицина сегодня представлена нашими тремя главными и центральными госпиталями в Москве и серией других госпиталей. И врачи военные сегодня на передовой делают свое дело. И на сегодняшний день наши лечебные учреждения представлены ранеными, которым оказывается всесторонняя помощь на сегодняшний день. Все наши лечебные учреждения, они работают не покладая рук. Говорить об инсульте. Да, немножечко она, немножечко в стороне, может быть, от той трагедии, которая сейчас происходит, травматическая эпидемия, это война. И на сегодняшний день те методы, которые мы разрабатываем, и в том числе интервенционные методы вмешательства в сосуды сердца, мозга, они заслуживают также внимания, и они могут быть использованы и в военно-полевых условиях тоже. Если говорить о неврологии, то она первая дисциплина, которая была клинической и отошла как бы в специализированную медицину. Первая неврологическая кафедра была создана здесь, в Москве, в нашем медицинском институте, в медицинском университете. Вторая кафедра была создана в военно-медицинской академии, это всего лишь было сто лет назад, и когда Владимир Михайлович Вехтерев предложил вести курс неврологии на кафедре психиатрии. То есть специализация медицины началась с неврологии. Что касается инсульта и вот этой проблематики, еще Гиппократ описал апопектический удар, еще Гиппократ говорил о том, какая грозная болезнь инсульт. И на сегодняшний день, как бы мы говорим о том, что инсульт на сегодняшний день, тяжелая болезнь, примерно 15 миллионов пациентов с инсультом ежегодно регистрируются в мире. Из-за этих 15 миллионов, 5 миллионов умирает, 5 миллионов становятся глубочайшими инвалидами, и лишь 5 миллионов, то есть третья часть остается как бы трудоспособной и возвращается в строй. То есть эта трагедия огромна. И сегодня мультидисциплинарная медицина культивируется, и на сегодняшний день доклад, который представляет Волынская больница. А Волынская больница сегодня представлена полковниками в отставке, в запасе, которые работают также у руля вот этого направления, которое так образно называется, четвертое главное управление или больницы, которые принадлежат администрации президента Российской Федерации. Итак, вот авторский коллектив. Профессор Бояринцев Валерий Владимирович, он заместитель начальника главного управления, медицинского управления, он хирург и организатор здравоохранения. То есть это коллектив авторов, которые здесь представлены. Малахоев Евгений Борисович, это хирург, который сегодня стоит у операционного станка, то есть в рентгеноперационной работает, выполняет самые сложные операции, что значит замахнуться сегодня на сосуды головного мозга. Они тонкие, они эластичные, они все время под угрозой, те, кто оперирует на этих сосудах, под угрозой геморрагического инсульта, геморрагических осложнений. И тем не менее, результаты, которые сегодня будет демонстрировать Евгений Борисович, они внушают доверие. Закарян Нарик Вартан, следующий автор, Нарик Вартан возглавляет Центр эндоваскулярной хирургии и старается оперировать все самые различные заболевания сосудистые. И в первую очередь, конечно, инфаркт миокарда. Ну что, про инфаркт миокарда. Сегодня летальность при остром инфаркте миокарда, если это прооперированные больные, вовремя выполнено стентирование венечных артерий, 3-4%, не больше, не выше. И отработанная схема, которая уже сложилась организационной, она работает в полную меру. И вот те выдающиеся хирурги, которые освоили вот это эндоваскулярное лечение инфаркта миокарда, сегодня стали все чаще и чаще оперировать острый ишемический инсульт. Геморрагический подлежит хирургическому лечению, а ишемический инсульт вот методом эндоваскулярной хирургии. Я могу об этом сказать, 23-я больница и главный кардиолог, да, профессор Васильева, она очень много занимается сегодня лечением инсульта. Лечением инсульта много занимаются и в институте неврологии, и в том числе хирургическими методами лечения. Институт, дальше первый метод институт и кафедра неврологии, которая вот работает над этой проблемой, тоже имеет очень хорошие результаты. Ирина Евгеньевна Каленова, сотрудник нашей больницы, и сегодня она доцент кафедры неврологии Института нашего усовершенствования врачей. Ирина Евгеньевна, она предложила схему дифференциального диагноза и различных вариантов ишемического инсульта, то есть атеротраматический, кардиомболический, лакунарный, гемориологический инсульт, который связан с заболеваниями сердца, кардиологически связан с заболеваниями сердца, так называемые кардиальные варианты ишемического инсульта. Здесь указан еще и наш дорогой Литвинов, доктор, который возглавляет сегодня центр отделения и отделение неотложной медицинской помощи больным инсультам, отделение нарушений мозгового кровообращения. Так вот, Ирина Евгеньевна, она создала своими руками, создавала этот центр отделения нарушений мозгового кровообращения, которые сегодня имеют достаточно хорошие результаты и 17-20% та летальность, которая у нас есть, если не оперировать больных. И сегодня Евгений Борисович нам покажет эти результаты, и мы будем с удовольствием слушать его. И что я хотел еще сказать о том, что, ну вот эти направления, которые есть, они разрабатываются в наших ведущих лечебных учреждениях, и мы всегда общаемся, и это общение доставляет нам удовольствие. Ну и на терапевтическое общество, какие проблемы возникают? Очень много вопросов, которые уже сегодня нужно обсуждать и говорить о том, прооперировали инфаркт миокарда, плавикс аспирин на год даем, как превентивную терапию каких-либо тромбоэмболических осложнений. Прооперировали инфаркт миокарда, дальше мы можем присоединить другие антикоагулянты. Здесь какая тактика? Кардиоэмболический инсульт, прямо показаны антикоагулянты. Если говорить об атеротромбозе, то здесь, похоже, надо назначать и плавикс, и аспирин, вот эти схемы реабилитации, в том числе медикаментозные подходы, они сегодня еще неизведаны, и мы идем по тому пути, который нужно тщательно анализировать, изучать. И поэтому я с огромным удовольствием хотел представить Евгения Борисовича Малахоева, вам, человек, который, вот, Евгений Борисович, да, ну и вам слово, вам слово для доклада, который вы подготовили. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Меня зовут Малахоев Евгений Борисович, я являюсь врачом рентген-эндоскулярной диагностики и лечения, отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения, в клинической больнице номер один при управлении делами президента. Представляю вашему вниманию доклад по современным подходам к диагностике эндоскулярного лечения ишемического инсульта. Все мы знаем, что в настоящее время ишемический инсульт представляет себя основным заболеванием, которое приводит к высокой степени инвалидизации смертности среди населения. И четверть из них составляет повторный инсульт, что в настоящее время связано, скорее всего, с недостаточной эффективностью вторичной профилактики инсульта. Острая окклюзия крупной церебральной артерии в настоящее время встречается в половине случаев от всех ишемических инсультов. И по данным 2016 года, если не оперировать инсульт, смертность достигала до 30%, тяжелый инвалидизирующий инсульт оставался в пределах 55%. Кардиомболический инсульт встречается в 25% случаев от всех инсультов, при котором окклюзия крупной церебральной артерии мало восприимчива к проводимой тромболитической терапии. И предиктором возникновения данного подтипа кардиомболического инсульта является кардиальная патология, в частности мерцательная литмия. И современное лечение ишемических инсультов представляет собой междисциплинарную задачу между неврологами, терапевтами, кардиологами, потому что любое сердечно-сосудистное заболевание приводит к риску инсульта, в то время как инсульт приводит через множество реакций к повреждению сердца. И на примере одного клинического случая приведу вам важность применения современных методов диагностики, лечения и междисциплинарного подхода для лечения пациента с ишемическим инсультом. Итак, пациент с 46 лет, относительно молодой, поступил через 30 часов от начала клиники инсульта. То есть первые сутки пациент отмечал приходящее нарушение движения в правой верхней конечности, обращался в поликлинику по месту жительства, выполнял сплавное МРТ головного мозга, по результатам которого не было выявлено очагов инсульта. Но тем не менее, на утро пациент отметил стойкое снижение чувствительности в правых конечностях, самостоятельно обратился в стационар нашей клиники. По результатам осмотра выявлено неврологический дефицит 5 баллов по шкале NHSS и тенденция гипертонии, то есть давление стырало около 130 мм. Тут на столбах, что ранний пациент никогда не отмечал. По результатам компьютерной томографии у пациента выявлено обширный очаг олигемии, то есть снижение перфузии левого полушария головного мозга и по МСКТ ангиографии, и дефект контрастирования левой среднемозговой артерии. По всем показателям пациента соответствовало критерию отбора на приведение прямой тромбоктомии, что и было произведено на прямой ангиографии, мы видим дефект контрастированный левой среднемозговой артерии с объединением дистального русла бассейна левой среднемозговой артерии. У пациента выполнена тромбоэкстракция, была восстановлена полностью проходимость левой среднемозговой артерии с восстановлением дистального русла кровотока по левому полушарии головного мозга. Тут же у пациента сразу после операции отмечен хороший клинический эффект в виде полного регресса клинической симптоматики и нормализации артериального давления в пределах 110 на 60 мм. По результатам гистологического исследования извлеченный эмбол представлял из себя фибрин с лейкоцитами и участками зрелосоединительной ткани с ксантомными клетками, что предположительно по характеру состава соответствует кардиальному генезу эмболу. Пациента была выполнена холтеровская метаринная электрокардиограмма, по результатам которой выявлена впервые париксизмальная форма фибрилляции при сердии, и на основании этого пациенту была назначена орально-отикогулятная терапия. Со времен выхода крупных рандомизированных исследований по пользе и эффективности травмоэкстракции за последние года количество травмоэкстракций неуклонно растет. И в то же время определение прогноза исхода ишемического инсульта после травмоэкстракции представляет актуальную научную проблему, решение которой позволит выделить группы больных высокого риска осложнений смерти после операции. И в условиях расширения показаний к травмоэкстракциям мало изучены вопросы влияния сердечно-сосудистой заболеваний на исходы этих вмешательств. Поэтому целью нашего исследования является оценить эффективность и безопасность эндовосколярных вмешательств при крупнососудистых ишемических инсультах с разработкой методов прогнозирования исходов лечения кардиомболического и атеротромбатического инсульта. Исходя из целей исследования, определены следующие задачи. Это определить эффективность и безопасность в выполнении их вмешательствах, сравнить эффективность и безопасность травмоэкстракций при кардиомболических и атеротромбатических подтипах инсульта. Выявить предикторы неблагоприятных исходов вмешательств. Также определить пользу и эффективность травмоэкстракции вне терапевтического окна, то есть в тот период, когда мы уже не можем выполнить травомболизм до 24-х часов от начала инсульта. На основании выявления предиктора построить решающее правило прогнозирования возможного неблагоприятного исхода пациента с кардиомболическим и атротроматическим по типу инсультов, подвергшихся тромбоэкстракции. На основании ретро- и проспективного анализа отобраны 164 пациента в период с 16 по 22 года, которые была выполнена тромбоэкстракция. На основании ретро- и проспективного анализа архива медикаментозно пролеченных пациентов в период с 10 по 16 год, то есть до ингоскулярной эпохи, из них выделено 35% больных, которые являются потенциальными кандидатами на тромбоэкстракцию. Летальность, конечно, среди них составила около 30%. Если смотреть на группы у пациентов подвергшихся тромбоэкстракции, видим, что здесь летальность составила 15,9%, что значительно ниже. Но, тем не менее, летальность в группе с кардиомболическим и инсульта оставалась достаточно высокой. При анализе характеристики прооперированных пациентов видим, что в среднем возрасте пациента составил 74 года. Неврологический дефицит при поступлении около 13 баллов по шкале NHSS. Кардиальная патология встречалась в 60% в виде ишемической болезни сердца. Чуть более половины пациентов имели хроническую сердечную недостаточность. Мерцательная аритмия встречалась в половине в случаях поступивших пациентов в той или иной форме фабрилляции пресердий. Треть пациентов страдала сахарным диабетом, четверть имела ранее перенесенный импарт миокарда и хроническую болезнь почек. Часть пациентов под группе с кардиомболией обусловлена тем, что пациенты были более пожилого возраста, с высоким индексом масса тела, с более выраженной кардиальной патологией в виде ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточностью. И видим здесь, что под группе атеротромбочистского инсульта по половому составу здесь преобладали больше мужчины, а у пациентов с кардиомболией больше преобладали женщины, чуть больше 50%. Исходя из этого, видим, что пациенты с кардиомболией поступали с более тяжелым неврологическим дефицитом по сравнению с под группой атеротромбочистского инсульта. При анализе клиник лабораторных инструментальных исследований мы отметили, что под группой с кардиомболией по данным эхокардиографии видим больше объема левого пресердия, правого пресердия, высокую легочную гипертензию по сравнению с под группой атеротромбочистским инсультом. По лабораторным показателям по системе гемостаза видим тенденцию гипоакугуляции пациентов с кардиомболией и низкую скорость клубочкой фильтрации. По данным нейровизуализации отмечу, что если в подгруппе с атеротромбозом мы видим рамное поражение всех сегментов уровней максимально-средней дистанции сегментов интракрариальных артерий, то в подгруппе с кардиомболией поражались более максимально расположенные сосуды. А по данным компьютером томографии с перфузионами исследований видим, что уровень коллатеральных кровотоков обеих групп не отличался. И составило 50% для групп, которые имели хороший коллатеральный кровоток в ишемизированную зону головного мозга. Здесь покажу небольшую статистику по динамику наших мишастей. Видим, что в 2019 году у нас самый пик мишастей пришелся. Это примерно 20% от всех пациентов, которые поступили с диагнозом устро-ишемический инсульт. В период пандемии небольшой спад, и в начале этого года видим всплеск активности наших операций. По мере накопления опыта и возможностей видим и изменение подхода к проведению тромбоэкстракции, комбинации методик тромбоэкстракции. Видим, что если раньше мы предпочитали аспирационные методики тромбоэкстракции, то в настоящее время полностью перешли на комбинированные методы с использованием аспирационных устройств и стенд-ритриера, что позволило нам не только улучшить эффективность наших проводимых операций, но и уменьшить риск фрагментации тромбоэкстракции в дистальном русло и уменьшить время проводимой операции. Если посмотреть по подгруппам по частоте применения той или иной методики мишастейства, мишастейства, эти группы обе не отличались статистически. Обращу ваше внимание на то, что в 30% случаев пациентов с кардиомалией, это были пациенты, у которых случился внутригоспитальный инсульт. Частота тромбоэкстракции оставалась достаточно низкой, на уровне 15-20% в обеих группах. И теперь по результатам тромбоэкстракции. Степень тромбоэкстракции оценивается по шкале МТС, то есть степени ревоскалеризации головного мозга. И она оставалась достаточно высокой, на уровне 2-2-3, у 80% пациентов в обеих группах больных. Стически нет разницы между этими больными. Если смотреть на результаты нейроэволюционных данных после операции, в частности компьютерном томографии, мы видим тенденцию, что у пациентов с кардиомалией больше был риск геморрагического пропитывания очага зоны инфаркта. В частности, образование плотных гематом с масс-эффектом встречалось только у пациентов с кардиомалией, в трех случаях приведших к летальному исходу. Если смотреть на функциональные исходы наших вмешающихся позиции степени ревоскалеризации, видим, что чем лучше ревоскалеризация, тем выше степень восстановления функциональности больного. А если смотреть на функциональные исходы, исходя из уровня коллатерального кровотока выше мизинную зону головного мозга до операции, которая проводилась, диагностирована по результатам компьютерной томографии, видим, что чем лучше коллатеральный кровоток до операции, тем выше функциональный исход. Несмотря на то, что даже если мы выполним большую степень ревоскалеризации, здесь, если уровень коллатерального кровотока у пациента плохой, то и функциональный исход, конечно, будет хуже. На данном слайде представлена тенденция снижения неврологического дефицита после наших меньшинств. Обращу ваше внимание на то, что в первые сутки, несмотря на общее снижение неврологического дефицита, все-таки у пациентов с кардиоэмболией достаточно высокий уровень неврологического дефицита сохранялся, но на седьмые сутки этот показатель выразовывался в обеих группах за счет улучшения клинической симптоматикой в группе с кардиоэмболией. Здесь представлен анализ пациентов, которые поступили по временным промежуткам в период до 4,5 часов с момента начала симптоматики до тромбоэкстракции и свыше 4,5 часов до 24 часов. Две подгруппы. И здесь видим, что пациенты, которые поступили во временной интервал до 4,5 часов, имели более тяжелый неврологический дефицит достоверно. Это, скорее всего, связано с тем, что они имели сопутствующую кардиальную патологию, ранее переносили инфаркты миокарда, имели более максимальную оккулюзию внутренней сонной артерии. И видим, что у подгруппы, которые прооперированы в период с 4,5 до 24 часов, все-таки летальность была ниже, чем у подгруппы, которая поступала до 4,5 часов. Проведен корреляционный анализ по выявлению предикторов тяжелого функционального исхода и видим, что женский пол, пожилой возраст, наличие ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности влияет на неблагоприятный исход и лечение больного. Также появление во время лечения пневмонии и наличие, конечно, артериальной гипертонии улучшает функциональный исход больного. По клинику и лабораторным показателям видим, что повышенная частота сердечных сокращений после операции и низко-среднеартериальной гипертонии достоверно повышает риск тяжелого функционального исхода. По лабораторным показателям видим, что лейкоцитоз, сниженная скорость клубочкой фильтрации, гипергликемия, повышенный уровень хитриногена тоже достоверно ухудшает прогноз выздоровления пациента. По данным эхокардиографии видим, что низкая фракция выброса, низкая амплитуда раскрытия ортального клапана и высокая легочная гипертензия достоверно влияют на худший функциональный исход. И, конечно же, тяжелый неврологический дефицит, конечно, проводит к не лучшим функциональным исходам. И по нейрогализационным данным, еще раз повторюсь, что худшие коллатерали проводят к лучшим функциональным исходам, сочетанная окклюзия передней мозговой артерии, средней мозговой артерии, максимальная окклюзия внутренней сонной артерии и геморрагическое пропитывание ухудшает прогноз выздоровления пациента. Также увеличение времени операции тоже ухудшает прогноз выздоровления пациента. При корреляционном анализе факторов, влияющих на развитие летальности у пациентов под группе эхокардиемболии, видим, что высокая частота сердечных сокращений после травмоэстракции, высокий уровень фабриногена и тяжелый геморрологический дефицит достоверно влияют на риск летального исхода. Под группе эхокардиемболии, видим, что пожилой возраст, низкое и среднее артериальное давление, относительно гипокоагуляции свертывающей системы крови, низкая факция выброса и высокий уровень неврологического дефицита достоверно влияют на риск летального исхода пациентов. Выявлены признаки, совокупность признаков, предикторов, достоверно влияющих на развитие того или иного неблагоприятного либо благоприятного исхода. В виде решающего правила, основанного на дискомбинантном анализе, видим, что величина совокупности признаков, которые влияют на тот или иной исход, свыше 70 баллов показывает, что пациент относится к той группе риска, которая сверляется с высокой вероятностью летального исхода. И также для пациентов с кардиомболическим инсультом, видим, что данные признаки, совокупности, если больше 15 баллов дают, тоже пациенту можно отнести к вероятности того, что он умрет. Данное решающее правило обладает высокой специфичностью и чувствительностью. Разрешите вам представить еще два клинических случая из нашей практики. Первая – это пациентка 79 лет, поступила с диагнозом острый ишемический инсульт в бассейне правой среднемозговой артерии через 7 часов от начала инсульта до тромбоэстракции. Из анамнеза известная пациентка страдает мерцательной аритмией. В последнем течение месяца самостоятельно отменила прием варфарин в связи с имеющимися гемоэндическими синяками на кожной поверхности тела. В момент поступления по данным компьютерной томографии перфузионных исследований видим обширный очаг элегемии, снижение перфузии по правом полушарии головного мозга и видим небольшой очаг возникновения ядра ишемии, то есть некрозово-невратимых изменений. Но данная пациентка по всем критериям соответствовала отбору для тромбоэкстракции. Данной пациентке выполнена прямая ангиография. На правой картинке видим, что оккулизирована крупномагистральная право-среднемозговая артерия, выполнена тромбоэкстракция, хорошее восстановление кровотока по правому полушарии головного мозга. После операции отмечена хорошая динамика в виде снижения нервологического дефицита. После операции видим, что в зоне, там где сформировался очаг некроза, у нас было геморрагическое пропитывание. И через трое суток это проявилось в виде асимптомного внутримозгового кровоизлияния, объемом всего лишь до 2 мл. Но несмотря на это, пациентка была благополучно выписана в дальнейшие реабилитационные мероприятия. Второй пациент в 84-х лет поступил с острым ишемическим инсультом в бассейне левой среднемозговой артерии, кардинболический потип, через 5 часов от начала симптоматики. По шкале НСЧСС это был тяжелый нервологический дефицит 20 баллов. Но несмотря на это, у пациентов сохранялся обширный очаг снижения перфузии, алигемии, пенумбры, так сказать. В левом полушарии головного мозга без формирования очага некроза, несмотря на то, что прошло 5 часов. Это было связано прежде всего с тем, что у пациента имелся хороший коллитеральный кровоток в ишемизированную зону головного мозга. Пациент был взят по операционной. На географии диагностирована окклюзия крупного, максимального сосуда внутренней сонной артерии. Пациенту была выполнена тромбоэкстракция поэтапно. В первый проход была выполнена аспирация тромбов из просвета экстракролиального отдела внутренней сонной артерии. Дальше второй проход применена комбинированной методикой с использованием аспирационного катетера и стентритриера, который позволил успешно реоскалиризировать левое полушарие головного мозга. После операции отмечалась хорошая тенденция поп-линической картины снижения нервологического дефицита. То есть с 20 баллов мы снизили нервологический дефицит до 4 баллов. На 24-й сутки пациент был благополучно выписан в нейроэкстракционное отделение. Через 2 месяца пациент снова поступил с манифестацией ишемической болезни сердца. У пациента выполнена коронарография, по результатам которой выполнено аспирационное право коронарной артерии. Эндоскалярные методы продемонстрировали свою безопасность и эффективность в лечении крупнососудистых ишемических инсультов, позволив в 2 раза снизить летальность и улучшить функциональный исход лечения в сравнении с медикаментозной терапией. Тромоктомия одинаково эффективна и безопасна при кардиомболических и атеротромбочистских инсультах. И несмотря на более тяжелую категорию больных с кардиомболией, эндоскалярная мешальность позволяет снизить неврологический дефицит наравне до уровня положительного результата пациента с атеротромбочистским инсультом. Неблагоприятные исходы лечения после тромоктомии, достоверно ассоциированные с женским полом, пожилым возрастом, наличие ишемической болезни сердца, сопутствующей хронической сердечной недостаточности, повторными инсультами, развившуюся пневмонией, артериальной гипертонии. Также неблагоприятные исходы связаны с высокой частотой сердечной сокращения после тромбоэкстракции, низкой скоростью клубочкой фильтрации почек, гипоколагуляции системы крови, низкой фракцией выброса сердца, низкой амплитудой раскрытия артериального клапана, высокой легочной гипертензии и большим объемом левого пресердия. Также к неблагоприятному исходу приводит исходно тяжелый неврологический дефицит, плохие коллатерали в области ишемии головного мозга, окклюзия среднемозговой и переднемозговой артерии в сочетании, а также окклюзия максимальная, окклюзия внутренней сонной артерии, геморрагическое пропитывание в зоне инфаркта после операции, увеличение времени операции, низкая степень ревоскалеризации. Эндовоскалерное лечение, проведенное пациентом вне терапевтического окна, одинаково эффективно и безопасно в сравнении с группой пациентов, которые поступили в период терапевтического окна до 4,5 часов. На основании выделенных предикторов осложнений разработаны и построены решающие правила прогнозирования неблагоприятного исхода лечения кардиомболического и аттромбочистского по типу инсультов. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Какие рамки нет? Надо повторять, потому что это идет в эфир, оттуда не слышно. Какие рамки терапевтического окна по вашему опыту? Да, я правильно перефразировал? Да, с момента появления крупных рандомизированных исследований, это временное окно, можно сказать, терапевтическое, которое мы можем лечить больного медикаментозно-эндовоскулярно, расширилось до суток, до 24 часов. Это благодаря, конечно, внедренным технологиям, в частности, нейровизоризации по определению перфузионной способности головного мозга, по определению пеномбры зоны олигемии и зоны гидра. То есть соотношение этих показателей математическим путем выводится, и автоматически, конечно, автоматизированные системы расчетов нам позволяют с легкостью и быстротой определить, нужно пациенту данное вмешательство или нет. То есть в настоящее время все это возможно до суток. Так. Частота исследований каких? Контрольных исследований. Какова частота контрольных исследований? В настоящее время еще проводится исследование и продолжается. Возможно, это временное окно будет еще больше расширено, потому что на примере первого клинического случая у нас пациент поступил даже через 3 часов от начала инсульта. То есть это еще будет расширяться потихонечко, мы так считаем. Влияет ли на исходы прием пароральных прямых антикоагулянтов? Да, конечно, влияет. Видим, что система гемостаза напрямую связана с исходами пациентов. Видим, что в условии гипокогуляции оперируют пациенты крайне опасно. Если же имеется большой очаг уже некросфольбрового некроза, конечно, мы этих пациентов стараемся уже лечить медикаментозы, избегая эдускулярного вмешательства. Но если у нас имеется большой очаг пенумбры и небольшой очаг некрозы, конечно, в условиях приема оральных антикоагулянтов это нам позволяет проводить данные операции. Ну, я сразу задам вопрос, что такое гипкоагуляция. Извините. Гипкоагуляция? Но по данным лабораторного исследования видим, что имеем систему гемостаза по углограммам. Каких? Коглограммы – это слово ругательное, знаете, это как общий анализ крови без лейкоцитов. Мы смотрим на протарабиновый индекс, протарабиновое время. Конечно, МНО определяем, но это, конечно… МНО – это рассчитанный показатель. Да, но это больше касается пациентов, которые принимают варфарин. Но не ПАК. В этом же все дело, что ПАК не влияет на хронометрические показатели свертывания в той дозе, которая используется в качестве профилактической. Но наши данные показывают, что все-таки состояние гипкоагуляции, конечно, дает более худший функциональность у пациентов. Ну, я остаюсь при своем вопросе, не получив на него ответ, что такое гипкоагуляция. Если вы говорите о удлинении АЧТВ, то это не является гипкоагуляцией. Это непонятно что. Ну, просто нет такого термина в нормальном исследовании гемостаза. Так, и даже в медицине… Сейчас, нет, давайте потом дискуссию, если хотите, да. И даже в медицине, скорее, искусственный интеллект может не использовать сокращение. А, ну это замечание. Хорошо, ладно. Так, предложенная система, прогнозирование будет интегрировано в рабочее пространство врача, или расчет будет выполняться в отдельном приложении или вручную? Ну, в настоящий момент методы прогнозирования, они вот с этого года у нас начали вынедряться на основании наших всех исследований. Конечно, это может быть все это автоматизировано. В настоящее время все технологии позволяют автоматизировать все эти расчеты. Смертность без оперативного пособия, вы указываете, 30, сколько там, 6 процентов я вижу. Это соответствует общемировым рутинным данным для таких когорт? Вопрос. Да, еще раз возвращаясь к исследованию... Только это не смертность, а летальность. Ну, летальность, да. Сергей Семенович. Да, возвращаясь к тем данным, которые я демонстрировал в самом начале 2016 года, Ведимский демонстрировал, что летальность при крупнососудистом инсульте достигала 35%. Чужолая инвалидность оставалась в пределах 55%, и лишь 10% пациентов выходили в более легкие неврологические дефициты. То есть речь идет не об инсульте на круг, а об инсульте с поражением крупного сосуда. Это два разных, наверное, все-таки инсульта, по большому счету. Тем более, что вы видели там такой тромб, эмбол, что мама, не горюй. Еще вопросы? Возьмете ли вы пациента, если он получал аспирин? Да, конечно. То же самое аспирин или с клопидогрелем вместе? Да, смотрите, все пациенты, которые к нам поступают, независимо получают ли они оральные антикубулянты варфарин, влаексы, либо аспирин. Мы на это сильно обращаем, конечно, внимание, но больший упор у нас идет на исследование вот этих перфузионных карт. Если видим, что все пациенты у нас во время операции не получают гепарин, обычно при планах операций мы используем гепарин, чтобы не увеличить риск геморрагического пропитывания. Эти перфузионные исследования нам позволяют определить риск возникновения геморрагического пропитывания. Если у пациента достаточно низкий, малый объем очага некроза, сформированного уже, нам, конечно, позволяет провести операцию, несмотря на прием гезагагантов, антикубулянтов. Удовлетворены? Я нет. Я могу сказать, что геморрагическое пропитывание тут вообще ни при чем. И гепарин почему не используют, непонятно. Ведь речь идет о том, что у вас морфологически это именно диапидез эритроцитов в зоне воспаления. А это лечится антикуагулянтами прямыми, в том числе гепарином. Мы сейчас с вами не договоримся, так что я не в качестве спора, а в качестве такого замечания. Потому что это не геморрагический инсульт, это именно пропитывание ткани эритроцитами. Сосуд не поврежден при этом. Но в то же время это может привести к более массивным... Нет, не может. Ровно наоборот. Я ведь не случайно пристал к гипкоагуляции, потому что это проявление ДВС-синдрома. А ДВС лечится антикуагулянтами, а не наоборот. Если бы вы выделили группу на варфарине, я бы еще с вами согласился. Но поскольку вы не выделяете, даже не говорите о том, что у вас гипкоагуляция связана с варфарином, то я могу подозревать, что это все-таки не антикуагулянтами обусловленной гипкоагуляции. А если она не обусловлена антикуагулянтами, тогда чем? Только ДВС-синдром. Другого-то нет. У нас механизма просто нет другого. Сочетание тромбоза и геморрагии – это классическая история ДВС-синдрома. Дополню тут по поводу антикуагулянтов. Конечно, пациенты, которые должны получать антикуагулянты, мы стараемся им дать. Но это происходит после того, как мы выполним компьютерную томографию. Мы через 2 часа после операции всегда выполняем компьютерную томографию. Если видим, что нет пропитывания, в той зоне, где было вмешательство, то мы уже начинаем потихонечку давать терапевтическую дозу профилактическую антикуагулянты. Ну, профилактическую, не терапевтическую. Да, потому что терапевтическую в 2 раза выше. На следующей сотке мы еще раз выполняем компьютерную томографию и также оцениваем, если там же, опять же, нет, то уже начинаем давать полноценную дозу антикуагулянтов, необходимую для данного пациента. Значит, еще у меня вопрос. Вы так мазком прошлись, но я как гематолог не могу не обратить внимания. Шивостромба лейкоцитарная у первого больного показали. То есть у вас тромб состоит из фибрины и лейкоцитов. Это результат гистологического. Я рад за вас, что это результат. Но это не просто результат, а это показатель того, что это тромб воспалительного генеза. Откуда там лейкоциты? Это значит воспаление. Да, я немножко упустил из-за анамнеза у пациента. Ранее выставлялся диагноз миокардита, но он не был подтвержден. Ну и второе, что вы тоже мазнули, это пневмония как фактор риска неблагоприятного прогноза. Это было у вас отмечено. А это опять же мы имеем дело с воспалением. Значит, когда-то в свое время мы с Андреем Ивановичем, с моим отцом обсуждали, тогда только начали разговор про вот этот кардиоэмболический инсульт, и мы как раз обсуждали, что очень часто это связано не столько с фибрилляцией, сколько с воспалением, а точнее даже с респираторной инфекцией. Что на фоне инфекции появляется тромб, и он начинает стрелять. И вот ваш пример первый, он как раз подтверждает, что это воспалительного генеза. Это не просто тромб, который оторвался там механически, а что в основе всего этого лежит воспаление. На это надо обращать внимание, если вы сможете даже ретроспективно посмотреть, это было вообще чудесно. Сколько больных до того, как у них произошел этот кардиоэмболический, да не только кардиоэмболический, а вообще эмболический инсульт, сколько из них имело за недельку до этого какую-нибудь инфекцию обострения. Саш, ХБП понятно, это все интересно, гипертония это общее место, а вот воспаление, инфекцию мы совершенно упускаем, как фактор риска тромбоэмболизма. А если вы посмотрите в перечне факторов риска тромбоэмболизма, у вас везде стоит инфекция, и респираторная в том числе. А мы ее куда-то как-то вот совершенно про это забыли. Вот. Что-то у меня еще был какой-то вопрос к вам. Ну ладно, может я вспомню, тогда потом домучу. Еще вопросы? Да, конечно. В какое время от момента поступления в стационар удаление эмболы? То есть это невозможное время, а какое реально получилось время от момента поступления до удаления эмболы. Я просто сюда перевожу, поскольку здесь не слышно. Ну если смотреть на первый клинический случай, это составило 30 минут от момента поступления в стационар до удаления тромба. Два остальных клинических случая заняло 40 минут. В среднее вот время до часа, не больше часа точно. Счет очень быстрого прям как-то. Да, у нас отработано. А вы не думали, что у вас число умерших больных, которые рано поступили, больше потому, что которые поступили позже, умерли дома? Ну, как я и указывал, по статистике они имели более тяжелый геомологический дефицит. Ранние? Да. Ну правильно, вы их просто вовремя, так сказать, начали лечить, а те, которые имели такой же дефицит, но умерли дома, вы их просто не видели. Ну, у нас нет такого анализа. Нет, но это надо просто иметь в виду, что здесь может быть перекошенная статистика, связанная с тем, что более тяжелые больные погибают дома раньше, чем добираются до вас. Да, ну, насылаясь на таблицу под группам, да, хотел показать, что пациент, которые поступили во временной окноса свыше 4,5 часа, тоже имеет право на тромбоинстракцию. Нет, это у меня не вызывает сомнений. Я бы только про летальность, поскольку у вас как бы получается вот внешняя такая оценка, что если это больной ранний, то у него прогноз хуже. А может быть он не хуже, просто он более тяжелый, вы успели раньше его полечить. Так, еще что-то там. Выполняют ли тромбоинстракцию со стентированием в сосудистых центрах крупных городов? Ох, я недаром Скворцова упомянул. Как я показывал в одной таблице, где указывается по методике применения того или иного эндоскулярного вмешательства, мы применяем методы стентирования экстрацеребральной или же интеркраниальной артерии, но лишь в малых процентах случаев. Потому что это сопряжено, во-первых, с тем, что нам нужно давать интероперационно дезагреганты в больших дозах, даже вплоть до ингибиторов 2-3А, что повышает риски геморрагических осложнений. Поэтому, если видим, что степень стеноза позволяет адекватно кровотоку, то есть степень стеноза позволяет адекватно стечь кровотоку дистального русла церебральных артерий, то мы стараемся эти стенозы стентировать в отдаленном периоде планового порядка. Нет, здесь вопрос не об этом. Здесь идет речь о сосудистых центрах крупных городов, а точнее всех регионов России, которые были созданы Скворцовой, когда больные у вас там поэтапно, в зависимости от степени тяжести. Это сосудистые центры, там их бывает по несколько штук в области даже, куда везут инфаркт и инсульт. Идея была в том, что нужно спасать инсульт в первые 4 часа, к сожалению, поскольку тромболизис потом вообще не работает, насколько я помню, может быть, вы меня поправите. И это не дало никакого эффекта, насколько мне известно, с точки зрения инсульта. Вопрос в том, делается ли удаление тромбов в этих сосудистых центрах. Да, конечно, выполняется. Ну где, в каких городах тогда хотелось бы знать. Ну примерно, ну хотя бы, во всех же не может это выполняться. Везде, где есть региональный сосудистый центр и есть инфарктическая установка, они имеют возможности выполнения. Возможность, да. А делают или нет? Делают. Делают. Ну ладно, не буду приставать, я уверен, что не делают, конечно. Ну ладно. А, в Санкт-Петербурге делают. Еще в Новосибирске, скажите, делают. Омск, Томск, ну понятно. А другие, 88 регионов. Ну вот в этом же вопрос. В этом вопрос. Это же не просто так вопрос задан. Недавно была конференция у нас, большая, всероссийская, по лечению эндоускулярной причины ишемических инсультов. Там поставили статистику по частоте применения тромбокстрации в нашей стране. К сожалению, они, конечно, остаются на низком уровне. А за год где-то выполнены во всех из совокупности центров, где выполняют эти ишемы, 3300 и шесть трубокстракций. Ну это уже не очень мало. Да. А центров 300 в России. Ну да. 300 центров, которые выполняют эти ишемы. Ну вот с каждым годом... Должны выполнять. Должны не выполнять, а должны выполнять. Ну если сравнить с зарубежными странами, там, конечно, Германия, допустим, 20 тысяч в год выполняет, во Франции 10 тысяч, по-моему, в год выполняет в Америке, 40 тысяч в год выполняет в трубокстракции. Ну, правда, население разное тоже по количеству людей. Ну, потребности, конечно, везде разные, но тем не менее, все-таки у нас остается на достаточно низком уровне. Ну, тенденция есть к увеличению количества операций. Так, еще какие вопросы? Так, ну если нет вопросов, давайте тогда, может, докладчики что-то хотят сказать, нет? Несколько слов. Слав Николаевич. А? Ну, только здесь, в экране. Мы расступимся. Здравствуйте, многоуважаемые коллеги. Значит, лечение инсульта в нашей стране, оно претерпело большие очень изменения в положительную сторону. На протяжении последних 30 лет, которые, в общем-то, активно занимается наша страна, развитием этой проблемы, вообще подробно очень и впервые серьезно занялся институт неврологии в 1945 году, когда была поставлена эта задача, был создан институт неврологии, основной темой и направлением изучения было лечение инсульта. Лечение, изучение инсульта и выделение разных подтепов инсульта, с которой активно очень справился и успешно справился академик Верещагин со своими сотрудниками. И если в 1995 году мы видели, что лечение инсульта производилось консервативными в основном методами, то есть пациент поступал, лежал и производились в основном уходные и минимальные лечебные... Ну церебролизин-то применяли же. Церебролизин применяли в минимальных количествах, то есть это было 1-2 миллилитра. То есть в дальнейшем было принято решение, что это неэффективная, малоэффективная доза, и пришли в итоге к началу 2000-х годов в дозе 50 миллилитров однократно. С той же неэффективной? На самом деле эффективно, потому что там есть доказательства, потому что там есть большое количество, 12 факторов роста нервов, которые, в общем-то, они были доказаны, продолжают открывать, что это влияет на... Репарат не имеет доказательств эффективности. На эту тему не надо спорить. Хорошо. Я не буду спорить на эту тему, но мы видели эффективность. Видеть это одно, а доказательства это другое. При нейродегенеративных заболеваниях я как невролог могу сказать, что... Я вам как специалист по клинической фармакологии и по доказательной медицине могу сказать, не имеет никаких доказательств. Мы много лет церебролизином занимаемся. Я не буду с вами спорить. Вы еще другие препараты сейчас назовите. В начале 2000-х годах была концепция принято время, это равно мозг. То есть чем быстрее пациент поступает в стационар, тем большее количество пенумбры, тем большее количество вещества головного мозга сохраняется. Это достигалось с помощью введения актилизы препарата, который достаточно избирательно мог воздействовать и которому было достаточно много противопоказаний. Были возрастные противопоказания и много других. И сейчас это уже третий этап. То есть можно сказать, что это первая, вторая и третья модель, модель 3.0, когда в 2015 году, я правильно говорю, в 2015 году появилась тромбоэкстракция, которую уже стали применять активно в Западной Европе, в Америке. И в 2015 году была впервые проведена тромбоэкстракция также в нашем управлении, в Волынской больнице. И с тех пор количество больных нарастает. Как невролог я могу сказать, что значительно улучшается реабилитационный потенциал пациента, они гораздо быстрее выходят из стационара. И таким образом нагрузка на стационар и финансовая нагрузка на пациентов, на его семью и общество также уменьшается. Этим всеми подсчетами коммерческими и страховыми подсчетами нагрузки после реабилитационного периода занимаются страховые компании и различные программы, которые это активно исследуют. Так что можно сказать, что сейчас этот период активного лечения инсульта с помощью тромбоэкстракций активно развивается и он интегрирован в этапы оказания организации медицинской помощи при остром инсульте. И то, что в Волынской больнице такой прекрасный временной показатель 30-40 минут от начала, от вступления пациента в стационар, это великолепный показатель, поскольку это спасает пациента в ряде случаев. И желаем вам успехов в этом направлении. И также я уверена, что будут дальнейшие этапы, которые будут получены с помощью многочисленных исследований наших и зарубежных, которые позволят эффективно лечить инсульты, позволять пациентам максимально реабилитировать в короткие сроки. Благодарю за внимание. Спасибо. Ну что, Евгений Борисович справился со своей задачей и рассказал вам, что такое инсульт на современном этапе развития медицины и что операции. Ну, да, Павел Андреевич, дорогой, поразительная перемена с пациентом, у которого выполнена тромбоэкстракция в ближайшие часы, которые отведены. И был неврологический дефицит, все это было, и вдруг это все моментально уходит. Это действительно поразительные результаты, которые мы наблюдаем при вот этих хирургических вмешательствах. Это действительно и те 17% неудач, которых, да, сказал уже нам автор доклада, они полностью нивелируются теми успешными результатами стентирования или же тромбоэкстракции, которые проводят. Всему этому предшествовала огромная работа. Нужно было организовать работу скорой помощи. Пациент еще не поступил в клинику, а уже известна его эвакуационная характеристика, уже известны его те проявления инсульта, которые есть. И тогда уже готова рентген операционная, и тогда уже ждут этого больного. И прямо с колес скорой помощи поступает пациент в рентген операционную. Следующее, обязательно реабилитационное отделение, которое должно заниматься этими пациентами, и особые формы реабилитации, и особые подходы необходимы здесь. Следующее направление, отделение скорой медицинской помощи, которое тоже должно быть настроено на прием таких больных. То есть ряд организационных задач, которые приходится решать, и которые нужно обязательно иметь тому лечебному учреждению, которое занимается вот такой интервенционной ангиопластикой, как сосудов сердца, так и нарушением мозгового кровообращения. Ну вот у нас в кардиологии, когда мы статируем инфаркт и миокардотан, есть стенты, которые мы применяем, и применяем повторные операции. Мы называем их операцией отчаяния, мы называем их операциями спасения, наконец, эти операции. Здесь, когда развивается геморрагический инсульт, здесь уже остается только надежда на медикаментозные препараты, и вот разработка тех пособий, которые говорим, мы сейчас еще доздаются. Также в тщательном таком анализе. Ну а само направление, которое сегодня позволяет спасти пациента от инвалидизации, спасти его от инсульта, как бы повернуть инсульт вспять, само, конечно, это уже, что это есть направление, развивается, и что оно существует, заслуживает поощрения. И вот такие молодые хирурги, как Евгений Борисович, они не боятся в этой ситуации идти на операцию, не боятся того, что нужно здесь выполнить качественную операцию. Вот это самое главное. А, Андреич, спасибо за ту мудрость, которую Вы всегда нам доводите, и то, что вот такие методы находят обсуждение здесь в терапевтическом обществе. Ну и то, что Вы уже сделали замечание, действительно, кардиоэмболический инсульт, диагностика, лечение профилактики, что-то такое, да, в следующий раз мы представим. Хорошо. Да, в сопоставлении. Спасибо. Спасибо. Кто-то еще будет? Будет? Ну, тогда я позволю себе подвести итог. Значит, начну я со следующего. Есть такой ГОСТ, называется «Инсульт». Государственный стандарт. Знаете такой, да? Конечно. Вы знаете, кто его делал? Кто? А? Нет, его я делал. Я там главный редактор. Обратите внимание, на первой странице. А Скворцова у меня была сотрудником, одним из, вместе с Асташевским и вместе с Виктором Марковичем Шкловским. Между ними там кошка с собакой бегала, а я их всех замерял. Если Вы обратили внимание, наверное, что весь этот стандарт посвящен реабилитации, потому что тогда почти не было разговора о какой-то тромболизисе, мы только пытались его прописать, этот тромболизис туда. Он там прописан, он там есть. Но, конечно, ни о какой тромболизисе не помню. Могу наврать, может быть, там и есть хирургическое пособие. Потому что к этому моменту мы уже знали, что это делается на Западе. Мы знали, что в Германии, например, ездят специальные МРТ-автомобили, которые делают МРТ до того, как больного привезли в клинику. А? Нет, это точно не 2015 год. Это, ну, я Вам говорю, ну, я-то это все-таки все через себя пропускал. Я был в Германии, этим вопросом занимался. Это не 2015, это даже, это где-то 2010, наверное, год. Вот. Ну, у нас этого пока нет, не было и не будет. Я не уверен, что это нужно. Потому что, для чего это было нужно, когда это все обсуждалось? Потому что тогда обсуждалось вот это вот очень узкое терапевтическое окно в 4 часа. И нужно было попасть, и нужно было заранее уже знать, надо или не надо делать тромболизис. А Вы показываете другие часы. Вы показываете 24 и 30 часов. А Вы помните, как начиналось с инфаркта миокарда? Ведь все было то же самое, то же самое. Узкое терапевтическое окно для тромболизиса. Потом Лена Васильева, которую Вы здесь упомянули, сказал, что вообще-то можно и до суток это окно расширить. А потом, когда появилась уже тема стентирования при остром инфаркте миокарда, это окно совсем стало широким. И уже эти 4 часа не играли никакого рояля. Ну, это здорово то, что сейчас Вы показали, что можно не так торопиться. Что даже если прошли эти злополучные 4 часа, все равно надо удалять тромб. И все равно это достаточно высокоэффективно. Давайте уж не кривить душой. Если у Вас помирало 30 процентов, а стало помирать в 2 раза меньше, то это вообще-то очень здорово. Ну, так я на круг, если говорить. Дальше, конечно, будет масса вопросов. Например, возрастное ограничение. Да, в 90 лет надо делать? Делали. А чё ж не сказали-то? Да, ставьте Вы стандарты в покое. Слушайте, надо больных лечить, а не стандарты исполнять. Так надо было сказать об этом, что нет предела возрастного. Потому что все же машут руками на пожилых больных. Говорят, ну, а чё мы? Да, ну, уже пожил своё. Мы знаем это всё. Ну, да. Это, конечно, очень важно и очень здорово. Но наша задача терапевтического общества, как общества, мы же не просто так тут приходим поболтать, мы занимаемся тем, что мы продвигаем технологии в жизнь. Если мы возьмём, например, тромболизис при инфаркте миокарда. Вы знаете, кто сделал тромболизис при инфаркте миокарда? Только не скажите, что Чазов. Ваш покорный слуга. Как? Я ввёл это в стандарт медицинской помощи. И на скорой помощи вся страна стала делать тромболизис. Со скрипом, с трудом. Кто-то кричал, там, фельдшера боятся, ещё что-то такое. Но это стали делать. Потому что, когда мы начали заниматься актилизой, в начале 2000-х годов, выяснилось, что тромболизис при инфаркте не делают нигде. В четвёртом управлении не делают тромболизис при инфаркте. Отдельные больные там, вот тут чуть-чуть. И мы нашли единственное место, где делали, ну, относительно хорошо тромболизис, это был Новосибирск. В Москве нет. И вот только путём стандартизации, путём проведения каких-то вот таких организационно-технических, если хотите, мероприятий, удалось внедрить эту технологию. И вам тоже придётся этим заниматься. Вам придётся писать какой-то стандарт или клиническую рекомендацию, утверждать, продвигать. Ну, у нас сейчас там идиотическая система ещё есть эти самые, кроме стандартов, как они, порядки, порядки придумали. Вон порядки, вот в порядке надо это внедрить обязательно, иначе вы не продвинетесь в стране. А взявшись за гуш, не говори, что не дюш, придётся продвигать. Вот. Я не случайно в начале, пока вы болтали, зачитывал присутствующих, что здесь присутствует вся страна, да, вся страна и ближайшая зарубежная. Нас очень активно слушают и очень активно выполняют те рекомендации, которые здесь звучат. Вот. Поэтому, конечно, надо сказать, что редкий доклад у нас бывает по собственным данным, две недели назад у нас выступал Эрлих, Эрлих, да, его фамилия, я же запамятил, рассказывал нам про международные рекомендации по лечению фибрилляции предсердий. Это всё очень здорово. Международные рекомендации – это отличное дело, но лучше их иметь в виду, а пользоваться теми достижениями, теми наработками, которые мы сами вполне можем себе позволить и сделать. Потому что у нас всё-таки своя медицинская школа, она сильно отличается от международной. У нас совершенно другая страна. Когда мы говорим, что в Германии ездили на машине с МРТ, то они 5 километров ездили. А вы возьмите наши 100 километров, да, и вот вам весь ответ. Да ещё машина туда проехать должна. Это должна быть не машина, а вездеход. Лучше всего на гусечном ходу. Тогда это будет эффективно. А так-то ну что? Вот. Поэтому, конечно, меня всегда поражает клиника профессора Ардашева тем, чтобы вы рассказываете своих больных. Это супер здорово. Это была традиция вообще-то на обществе всегда рассказывать не зарубежные данные, а данные, полученные в собственных исследованиях. Кстати, Лена Васильевна здесь тоже выступала, Елена Юрьевна, когда она только начинала заниматься стентированием коронарных сосудов. Она тоже здесь это всё излагала, и, наверное, даже не один раз. Ну сейчас-то что, сейчас это уже такая рутина, даже уже смешно слушать, что мы будем обсуждать то, что надо делать всем и вся. Вот. Поэтому я хочу это отдельно отметить, значение вот таких вот докладов. Я так понимаю, что это докторская диссертация, это понятно, всё это здорово, но нам-то важно не то, что вам защищаться, а то, что вся страна услышала, что это всё делается, что это можно делать, что в течение 40 минут принимается решение о тромбоэмболии, тромбоэмболии, тромбоэкстракции. Вот. То есть вопрос же налаженности, там же ничего сложного нет, насколько я понимаю. Да, МРТ сделал, да и всё, и родил задачу, оперировать или не оперировать. Это просто чисто организационные технологии. Ну нет там ничего такого вот, чего нельзя воспроизвести в тех сосудистых центрах, которые понастроили по стране. К сожалению, не могу не легнуть ещё раз эти сосудистые центры, в том плане, что они не имеют законченного ведения больных. Там нет реабилитации. Там её вообще не предусмотрено. А ведь реабилитация, с чего я начал, это основа основ инсульта. Да, если вы не вертикализировали больного, если вы его не начали там разговаривать по методике Шкловского и так далее, то всё плохо, всё плохо. Прошли сутки, и уже у вас не восстанавливается ничего, а в первые сутки это всё может восстановиться. Поэтому, с одной стороны, конечно, интенсивная терапия, хирургическая помощь, да, но и интенсивная реабилитация. Вообще, тема реабилитации в стране абсолютно запущена. Вы знаете, наверное, что реабилитация делится на три периода, да. Один из них – это реабилитация на дому. Ну или уже в амбулаторных условиях. Так вот, этой реабилитации вообще нет в стране. Просто не существует. Опять же, больные с инсультом требуют домашнего, долгого, повторного занятия. И здесь, может быть, мы это сейчас всё время обсуждаем, может работать искусственный интеллект, ИИ, как кому-то не понравилось это выражение, по телемедицинской технологии, оказывающей реабилитационную помощь больному. Ну, над этим ещё придётся работать, пока это всё в зачаточном состоянии, но, тем не менее, несколько уже фирм, и мы с ними работаем, связаны, они начали этим заниматься активно. Я думаю, что в ближайшие годы это может стартануть очень сильно, именно такое вот занятие. Теперь в отношении ИИ, и математических методов. Математики у вас тут явно не хватает современной. Чата GPT точно нет. Хотя он уже напрашивается. Вот. Но на самом деле мы сейчас пользуемся чаще боецским анализом, боецскими формулами, которые позволяют гораздо проще и лучше считать вот эту математику. Потому что у нас в России боецский анализ не принят, совершенно не используется. Он хороший, мы показали. Ну, ещё тоже можно вспомнить о нашей работе, про которую мы здесь тоже много говорим. Это дистанционное консультирование с помощью смартфона, когда больной отвечает на вопросы, и уже он поступает, например, в клинику с определённым набором ответов на вопросы и точность диагностики. Но при ковиде мы показали, у нас там 50 прям тысяч человек прошло этот опросник. Значит, точность диагностики 89,5%. В два с лишним раза выше, чем любой ПЦР или МРТ. ЭКТ, простите. Вот. Потому что человек отвечает правильно. На правильный вопрос он правильно отвечает. И уже когда он приезжает к вам, а вам это можно организовать, вы закрыты всё-таки учреждения, он уже будет иметь набор болезней, которыми он страдает, набор возможных осложнений. Причём вот этот симптом-чекер, он не пропускает каких-либо заболеваний, в отличие от человека. Человек может не задать какие-нибудь вопросы, я не знаю, там про подагру или ещё про что-то. А симптом-чекер задаст или про анемию. Вот. Ну, это просто так, в качестве дальнейшего развития, мы готовы вам это всё показать и рассказать. Ну, в целом, я хочу сказать, что, конечно, сегодняшний доклад – это хороший такой вклад в деятельность нашего общества, в развитие медицины в нашей стране. И мы должны поблагодарить всю команду, присутствующую и отсутствующую здесь, тех организаторов здравоохранения, которые явно приложили руку к тому, чтобы это всё организовать. Хотя их роль обычно не отмечается. Обычно всё доктора делают. Но на самом деле организаторам здравоохранения принадлежит очень большая роль во всей этой вещи. Вот. Я надеюсь, что уже через несколько лет мы будем говорить о том, что это повсеместно делается, это рутина, это обычно. И что вы тут спрашиваете, в каких центрах? Ну, не просто так был задан вопрос, в каких центрах. Потому что делается, как обычно,